Чуть не убила здесь у нас ребенка, у Юли, девочку. Она ее купала. Хорошо, она ее быстро вытащила из ванны. И вот как хлопнула все сюда, вот такие булдышки выносили. Ну, убила бы человека или бы двух, это точно. Дом номер 48 в третьем Мопровском переулке буквально разваливается на куски. По стенам давно ползет плесень, она уже основательно въелась в бетон. В воздухе запах сырости. Краска облупилась, в потолке зияют огромные проплешины, а штукатурка давно сыпется на головы. Они ворные батареи сняли, ничего здесь взамен не поставили. Вот какие у нас туалеты, посмотрите. Сюда страшно заходить. Один грибок, плесень и грибок. Чем мы дышим? И наши дети чем дышат? Здание бывшее общежитие, поэтому кухня, ванна и туалет являются общедомовым имуществом. Только за порядком никто не следит. Большинство стекол выбитые, в зиму их заткнули картоном и тряпками, чтобы меньше дуло. Однако через них все равно лазили люди без определенного места жительства. Кран в туалете течет не первый месяц. Жильцы признаются, что покупать новый приходится самим. Так же, как и оплачивать услуги сантехников. У нас очень плохая проводка. Среди ночи у нас возгораются провода. Мы бегаем с подушками, закрываем туши. Стоит отметить, что дом 1955 года постройки, однако не признан аварийным. Жильцы признаются, ремонт здесь сделали в начале 2000-х. Правда, косметический, а не капитальный. Как об этом вам говорят в управляющей компании. Более того, к нему осталось много претензий. Меняли, вроде сантехнику меняли. А вот результат этой сантехники. Меняли батареи. Вот результат. Батареи поснимали все, потому что они уже погнили. И новые ничего не поставили. Крышу сделали. Крыша, правда, в одном только, в одной комнате течет на втором этаже. Остальные вроде как не текут. Но текли и тоже заставляли переделывать. Сделать новый ремонт обещают. Правда, к работам приступать не торопятся. Заявление жильцы написали еще в 2018 году. Последний раз общалась с Рогачевой Галиной Васильевной с октября месяца. Вот уже полгода. Обещала сделать. Сказала, что сделаем. Закончим делать ремонт на улице Островской. Будем делать вам. Последний раз я с ней общалась где-то в начале апреля. Она сказала, подождите. Сделаем, ну подождите. С конца апреля месяца и начало мая перестала отвечать на телефонные звонки. В управляющей компании точных сроков тоже назвать не смогли. В любом случае с инженером я вас соединить не могу, так как у нас сейчас глядет переезд. Во-первых, во вторых, скорее всего, их поставили в график. Вы как понимаете, зимой ремонты в подъезде никто не делает. Сезон только начался. А есть ли какие-то примерные сроки вообще? Какие они в очереди? Не могу сказать. Этим у нас заправляет, так сказать, инженера. Стоит отметить, что проблемы есть не только внутри дома. Ходить рядом с ним тоже небезопасно. Несколько лет назад здесь рухнул балкон. Его остатки и бетонные арматуры до сих пор валяются под окнами. Другие балконы тоже держатся из последних сил, как и огромная труба. По словам жильцов, она уже качается от ветра, а сверху регулярно падают кирпичи. Трубу управляющая компания обещала демонтировать, однако она и сейчас на месте. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».